Какая же ситуация на пасеках наших пчеловодов к концу зимы, к концу февраля, где холодно еще, стоят морозы, вот как у нас, видите, обстановка последний месяц зимовки, но зимовка же продолжается. Не доверяете ощущениям своим на тепло вверх гнезда? Ну, положите термометр. Градусник показывает 8 градусов тепла. Вот смотрим, вот 0, 10, 15. Там, где температура выше примерно в 2 раза, там есть расплод. А сейчас я определил эту семью, что здесь расплод. Я ничего не делаю. Если вам нравятся мои видео, ставьте лайк, поддержите меня, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До свидания. Здравствуйте! Это пасека Лаврова, Витебская область. Сегодня 28 февраля, конец последнего месяца зимы. Какая же ситуация на пасеках наших пчеловодов к концу зимы, к концу февраля? А ситуация у нас будет разная. Она будет зависеть от того, где расположена, в каком регионе расположена пасека пчеловодов. В южных регионах там ситуация уже для пчеловодов упростилась. Им легче. Почему? Потому что пчелы в основном уже облетелись, там днем тепло, пчелы даже днем летают, даже носят пыльцом. Ночью, правда, прохладно, есть заморозки, но днем все равно тепло, и пчеловод может выбрать день теплый. И сделать ревизию уже, посмотреть, сколько расплода, сколько кормов, перезимовали ли матки в семьях, сколько пчел, какой силы семья. Возможно, можно уже сократить семьи. То есть пчеловод уже видит ситуацию на пасеке, ему проще ориентироваться. А вот там, где холодно еще, стоят морозы, вот как у нас, видите, обстановка. Утром около 10 градусов мороза, лежит снег, снег твердый, промороженный. Пчелам сложно, потому что последний месяц зимовки, но зимовка же продолжается. Облета не было. И наша задача, вот в такой ситуации, как я нахожусь, и в тех регионах, особенно в северных регионах, в севернее, чем моя пасека находится, те пчеловоды в тревожном состоянии. Потому что нужно следить за семьями. Как следить в такой ситуации, как у меня? Ну, во-первых, нужно знать, какие семьи уже имеют расплод. Как определять, я вас учил. Нужно или по звуку прослушать, или же прощупать верх гнезда. Если теплый верх гнезда, значит, уже там есть расплод. Можно положить термометр, вот как я иногда делаю. В данном случае, вот несколько семей, чтобы вам показать. Я положил термометры. Вот в эту семью я положил термометр. И если вы не доверяете ощущениям своим на тепло, верх гнезда, ну, положите термометр. Вот сейчас посмотрим, какая температура. Я вчера вечером положил несколько семей. Посмотрим. Вот в данном случае. Тихонечко поднимем. Вот возьмем термометр. Вот смотрим. Ноль. Вот здесь риска ноль. Градусник показывает 8 градусов тепла. Это сверху гнезда лежал, ну, даже холодный термометр, только 8 градусов тепла. При такой температуре здесь расплода не будет. Естественно, верх гнезда все равно теплый будет. Но чтобы была температура, в данном случае, как у меня, гнезда должны так прогреться, чтобы где-то около 18-15 градусов был верх гнезда. Мы сейчас посмотрим. У меня есть семья, где уже расплод там есть. Я уже понял. И я положил там термометр. Мы посмотрим, какая там температура. Вот здесь у нас тоже семья термометра лежит. Сейчас посмотрим. Ну вот, видите, посмотрите. Ноль. Тоже 8 градусов. Видите, два термометра. Там, где нет расплода, температура одинакова вверх гнезда. То есть, 8 градусов. Значит, если вы не доверяете своим ощущениям, можно положить термометр. Теперь давайте посмотрим ту семью, где расплод уже есть. Какая там температура. Температура, в том числе, будет, конечно, выше. Она должна быть готова в 18 градусов. Я имею в виду свою пальчику. Так, постой, да? Сейчас я прикажу термометр. Здесь, это, сюда. Здесь. Вот он. И пчелы гудят. Вот смотрим. Вот, ноль, десять, пятнадцать. Пятнадцать градусов. Ну, вот такой у меня градусник. Здесь, конечно, уже почти в два раза температура выше. Значит, вот, что я хотел рассказать этим, что там, где температура выше, примерно в два раза, там есть расплод. Если у вас, допустим, будет гнездо и десять градусов тепла, там нет, по звуку вы определили, по ощущениям температуры, что расплода нет, то, а если вы найдете семью, где будет в два раза больше температура, ну, это все относительно, ну, примерно так. Значит, там и расплод. Слушайте эту семью. И что в такой случае нужно делать? Вот почему у нашем регионе вот такая ситуация, тревожная для пчеловода, потому что нужно определить те семьи, и нужно обязательно следить, давать корма. Потому что там, где расплод, очень быстрый расход. И пчелы сидят в клубе. Они не могут распасться, пчелы уйти от клуба, потому что там расплод в клубе. А на крайних рамках будет мед. И средние рамки мед они съедят. И от того, что корма не будет, они могут в улочках погибнуть. Вот почему нужно следить за этими семьями. Когда уже потеплеет, и пчелы облетятся, и уже и у нас, тогда клуб распадется, тогда они уже могут перейти на соседние рамки. И они, ну, можно сделать тогда ревизию, посмотреть, сколько кормов. Тогда пчелы уже будут с соседних рамок тягать мед, кормить расплод, тогда уже не так опасно. А сейчас? Почему нужно сейчас следить? Это не опасно и не вредно для семей, когда в конце февраля появляется расплод. Я уже и раньше говорил, что нужно пчеловодам как-то дотянуть, и чтобы семьи именно тянули до конца февраля. Вот мы же проверяли и в начале января, и в конце декабря, и в конце января. И наконец-то у нас конец февраля, ну, уже появляется расплод. Это не страшно. Пчелы уже только следить за кормами. Пчелы, они дотянут до основного, главное, облета, а там потеплеет, начнут они уже за взятком летать, за пыльцой. Все это нормализуется. Пчелы уже контролировать легко пчеловодам эти семьи. Чем подкармливать? Нужно и можно давать канди. Не жидкую. Я вот против жидкой подкормки. Канди надо твердая подкормка. Канди самое подходящее. Или же давать медовые рамки, которые я оставляю с осени на зиму. У меня несколько корпусов таких рамок медовых. И я могу из-за обстановки сверху вынимаю несколько планочек, улочки открываю и кладу туда сверху медовую рамку. Вскрываю мед, кладу и закрываю тщательно, утепляю. И я уверен, что меда хватит. Но в основном я проверяю во всех семьях наличие меда. Это в начале марта. Есть у меня видео, где я делаю ревизию, очищаю донья от подмора и переставляю корпуса семей на подставку и по весу определяю, сколько там кормов. Мы никогда не ошибаемся, у нас есть уже опыт. И мы можем определить так, где мало кормов. И тогда мы уже эти семьи вот таким образом, или же рамку кладу, или же канди, эти семьи мы уже как бы спасаем, даем им корма. А сейчас я определил эту семью, что здесь расплод. Я ничего не делаю. Я знаю, что этих кормов, что в этой семье хватит до вот этой ревизии, когда мы подмор убираем с подставок и когда мы определяем семьи по количеству корма. Это вот достаточно. Это будет в начале марта. Я это вам покажу. Если кто не знает, как делать канди, в конце этого видео будет у меня видео, где я буду рассказывать, как делается канди. Можете посмотреть. На этом это видео я заканчиваю. Если вам нравятся мои видео, ставьте лайк, поддержите меня, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok